Появление братьев Танхао и Тансяо на поле боя, то ещё зрелище. Когда Тан Сан сражался с Золотым Крокодилом и проигрывал, отец взял этого противника на себя. Битва Танхао и Золотого Крокодила достаточно интересная. Оба мастера очень сильны. Даже трудно сказать, у кого шансы выше. Танхао 97-го ранга, но у него молот чистого неба и мощные техники. Золотой Крокодил на один уровень выше, он 98-го ранга, а значит духовные силы больше. К тому же дух Крокодил славится как своей атакой, так и неприбиваемой защитой. Но Танхао есть, что ему противопоставить. Рождённый в клане чистого неба, он считался гением своего поколения, вместе со старшим братом Тан Сяо. В возрасте 25 лет Танхао прошёл двухлетнюю тренировку хаотичного покрова ударов молота, которую Тан Сан проходил на 40-м ранге, а Танхао получил 49-й ранг. В течение пяти лет его уровень поднялся с 50-го на 60-й. К 30-ти годам Танхао пробился на 70-й ранг. Затем отец приказал братьям отправиться во внешний мир и набираться опыта. Перед отъездом Танхао был объявлен преемником главы клана Чистого Неба. Он также был близок со своим дедом Тан Ченем в детстве, до того, как тот попал в город убийц. Прежде чем Танхао стал титулованным, он завершил свой набор из шести костей духа. Первые две кости он получил к 30-ти годам, на ранге 70. В основном все из них возрастом старше 10-ти тысяч лет, кроме кости правой и левой руки. Их возраст около 50-ти тысяч лет. Их навыки не упоминаются. Как видим, у Золотого Крокодила достойный соперник. Как начался их бой, нам известно. Они обменялись мощными ударами. Золотой Крокодил активировал седьмое кольцо, воплощение духа, и готовился нанести удар. Танхао остался невозмутим. Но как раз в тот момент, когда Мола Чистого Неба собирался столкнуться с крокодильным хвостом, весь Мола Чистого Неба стал полностью белым. Обе стороны ударили вместе во второй раз. На этот раз Танхао не мог отбросить крокодиловый хвост, но и хвост не мог его поколебать. Танхао вскочил, прыгнув вперед с несравненно агрессивной манерой. Он подготовил три удара, которые с нарастающей силой били по Золотому Крокодилу. От первого удара до третьего Танхао не демонстрировал никаких лишних эмоций. Но когда он объединил этот третий удар, он всё ещё был наполнен всеобъемлющей силой. Третий удар, направленный к голове противника сверху, был его воплощением духа, гигантским красным молотом Чистого Неба. Три удара подряд довели его внушительную манеру до пика, до пугающего уровня, который невозможно описать словами. Очевидно, в сердце Золотого Крокодила, чья духовная сила была выше, чем у него, появилось чувство неспособности конкурировать. В прошлом Золотой Крокодил однажды поспорил с самым выдающимся мастером Секты Чистого Неба, Танченем. Но в то время, когда Танчень сражался с Тяньдаолю, его молот отличался от того, что был у Танхао. Однако Танхао выпустил то, что было истинной, чистой силой, несравненно огромной силой. Наконец, титулованный Крокодил не выдержал такого пикового давления. Тело Крокодила мгновенно отступило, его твёрдая голова сильно ударилась обок молота Чистого Неба, а его тело было отброшено назад ударом, насильно взорванным в полёте. В это время молот Чистого Неба не прекращал бомбардировать стены Перевала Дзялин. Вспыхнул чёрный свет, и всё пространство, казалось, отрогнулось. Когда Танхао снова ударил, он был в два раза быстрее. Мощный взрыв, настолько громкий, что его было слышно за десятки километров, взорвал вершину Перевала Дзялин. Смелый и безудержный чёрный свет разлетелся во все стороны, а на стенах Перевала Дзялин толщиной в 100 метров, с летящими камнями появился гигантский пролом десятиметровой глубины. Золотой Крокодил вдруг понял, что его дух погас. Несмотря на то, что он приземлился целым и невредимым, когда он увидел гигантский молот и почувствовал властную ауру противника, он понял, что его сердце уже растаяло. Три удара Танхао не только потрясли Золотого Крокодила 98-го ранга, но и потрясли все силы Духовной Империи. Даже если сила, которую он продемонстрировал, не была такой слепительной, как трезубец морского бога Тан Сана, но та невиданная мощь и агрессивность отца, казалось, была способна подавить всё. Когда Танхао забрал Тан Сана и отправился назад, все шесть великих жрецов 96-го ранга и выше, которые находились на стене, не осмеливались их преследовать. В душе они уже проиграли. Проиграли в властной манере Танхао. Какой же крутой персонаж Танхао? Если вы тоже так считаете, напишите в комментариях. Спасибо большое за просмотр и всем пока.